Друзья, всем привет! Я вас приветствую на канале MotorStruck. В предыдущих выпусках мы сняли двигатель с этого автомобиля, сняли двигатель с рамы Евро 5, сняли двигатель с этого автомобиля Евро 6, разобрали двигатель, увидели, что двигатель ремонту, так сказать, не подлежит, требует очень много заплат. Соответственно, владелец принял решение менять на Евро 5, для этого купил раму целиком в сборе мотор-коробка и раму притащил все. Теперь наша задача перекинуть с той рамы на эту раму двигатель, коробку и так далее. В предыдущем выпуске мы произвели ремонт данного двигателя, потому как небольшие нюансы в нем оказались. Это задиры по гильзам и, соответственно, клиент принял решение просто поменять эти гильзы на новые, чтобы уже не лезть пока снят, чтобы потом не лезть в него. Итак, двигатель теперь у нас готов, полностью собранный, затащили нам машину и раму, теперь мы будем перебрасывать с одной рамы на вторую. Все, что нам необходимо, это радиатор, радиаторную группу целиком в сборе, также там подушки не такие, возможно, глушитель от блю, и все, что друг за другом потянется, будем все выкидывать. Делаем пока первый раз, но думаю, у нас все получится. Итог смотрите в конце этого видеоролика. Так, друзья, кабину мы опрокинули. Приступаем. Приступаем мы к снятию радиаторной группы. Здесь у нас стоят два радиатора системы охлаждения. Нам необходимо поставить радиатор и интеркулер с этого автомобиля сюда. Сейчас достанем и будем смотреть, в чем могут быть загвоздки. Либо все станет хорошо. Будем сейчас проверять. Все так. Дома. На месте. И по радиатору все сошлось. Так, друзья, защитки мы также установили. По двигателю мы все закончили. Радиатор стал идеально, все хорошо. Двигатель стоит. Все везде подключено. Ни одной фишечки трубочки не висит. По двигателю все идеально. По двигателю все идеально. Стой. По двигателю Conseму. По двигателю. Про двигателю. Пусть así. По двигателю. Да, работают хорошо Да, они, наверное, все такие Ралансировано хорошо Ну, запуск произвели, это уже Пол дела сделано Теперь все на ошибки, на все остальное Мы поустраняем, если не там будут Вот так все работает Ну, друзья, собственно, все мы закончили Собрали его Защитки на место поставили Все везде установили Блок закрепили Запуск произвели Все протестировали Вот так вот у нас в кабине теперь все русифицировано Все по-русски показывает Написано Ошибка подъема кабины Ну, в принципе, несущественная Чек это от Блю, тоже там все еще будем делать И тахограф Вот, в целом все неплохо Сейчас поедем тестировать Друзья, мы полностью завершили с данным автомобилем Все процедуры, которые необходимы были сделать Диагнозы Исправили все ошибки Будем отдавать владельцу для эксплуатации данного автомобиля Как вы могли заметить, видео вышло у меня неполное Середину я не стал показывать Так как к моменту выпуска данной серии Окончательной, последней, финальной серии К нам пришла не очень хорошая весть Аценса включается в России Поэтому монетизации на YouTube будет отсутствовать В связи с этим Это видео вышло такое, как есть здесь Возможно, оно будет последним На этом канале Если кому интересно это видео Что именно мы переделывали и как Переходите Ссылочка внизу есть на Дзен Рутюб На Дзен уже видео выпущено На Рутюб буду готовить полное видео То есть не с сериями, а целое От начала до конца Выкладывать Поэтому, если кому интересно Формат моих видео То переходите на Дзен Ищите меня там И смотрите Также переходите на платформу ВК Ищите меня в Телеграм Будем общаться На YouTube возможно будет дальше продолжение Буду возможно выкидывать Просто чуть меньше По сегодняшний день я также отснял Вольво 600 Отснятый материал Очень интересный С двигателем Д16 Также есть материал у меня По ремонту двигателей Д13 в скане Это видео выйдет однозначно на Дзен И возможно выйдет на YouTube Еще пока я им не занимался Отснятых материалов достаточно много Но в связи с этой ситуацией Пока некогда заниматься И нету желания Так как говорится Нету монетизации И нету мотивации Я с вами не прощаюсь Увидимся Будем видеться гораздо реже Кому интересен формат моих видео Приходите на Дзен Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!